Здравствуйте, коллеги, те, кто не присутствовал на предыдущем докладе. Этот доклад и следующий являются более техническими. Мы будем рассматривать различные аспекты построения беспроводных сетей, как для передачи данных голоса, так и во второй презентации для локационных сервисов, которые набирают популярность. Первая наша презентация будет общообразовательная. Как изменились подходы по построению беспроводной сети, после того, как количество устройств на квадратный метр выросло в значительной мере по сравнению с 5-10 годами назад. Из этого подходы изменились кардинально. Если раньше беспроводные сети строились по принципу покрытия, мы могли оперировать такими параметрами, как максимальное покрытие одной точкой доступа, то сегодня при построении беспроводных сетей важно добиться того, чтобы каждый клиент подключался на максимальной своей скорости. Это значит, что далеко от точки доступа он находиться уже не может. Поэтому точки доступа беспроводные стали уплотняться, расстояние между ними начало уменьшаться. Иногда даже появились такие проблемы, что слишком уменьшая расстояние между точками доступа, мы увеличиваем вероятность интерференции между теми точками, которые находятся через одного, через двух соседей. Поэтому важно знать и правильно проектировать беспроводную сеть. Все действительно начинается с радиочастотной физики. Если эта задача не решена на начальном этапе, то никакие технологии тюнинга, настройки могут уже не спасти. Поэтому очень важно идти по порядку, начинать с радиочастотного планирования, радиоисследования, правильного выбора антенн, расположения точек доступа, шага между точками доступа. Эти все моменты мы сегодня постараемся с вами рассмотреть. Какие основные трудности, с которыми мы сталкиваемся, очень часто слышим от наших заказчиков, партнеров, есть рабочая беспроводная сеть, мы сталкиваемся с такими трудностями. Скорость подключения низкая, отсутствует возможность подключиться. Очень часто такое бывает на различных конференциях, выставках, где большие пространства, отсутствие перегородок, очень большое количество людей на квадратный метр, то есть повышенные шумовые характеристики радиоэфира. И, конечно же, нельзя подключиться из-за того, что утилизация канала и шум настолько высоки, что точка доступа физически не имеет времени на обслуживание нового клиента. Не работает роуминг, расположили точки через каждые 40 метров, почему-то не работает роуминг на смартфоне. Будем разбираться, почему. Небезопасный Wi-Fi очень часто слышим от банков, мол, у нас безопасность блокирует возможность внедрения беспроводной сети. Задается вопрос, а в проводной сети у вас есть какая-то аутентификация, приходит гость, видит розетку, включается в нее, может получить доступ? Может, в Wi-Fi хотя бы есть какой-то пароль, да? Розетки у вас доступны. Поэтому не всегда беспроводная сеть является менее безопасной, чем проводная. Так или иначе, это сегодня определенный стереотип, который присутствует в головах многих наших клиентов, партнеров. И, конечно же, те трудности, которые возникают непосредственно в радиоэфире, это нецелостное покрытие, помехи, так называемые интерференции, динамически меняющаяся среда, то есть прибежало еще 50 человек, вырос уровень шума, совсем все по-другому работает. Интернет-вещи – это новые устройства, которые излучают на тех же частотах. Поэтому со всем этим надо разбираться. Не будем делать длительные вступления, начнем сразу, перейдем сразу к делу. То есть первая тема, которую мы сегодня рассмотрим – как правильно выбирать каналы. К сожалению, многие люди сегодня не знают некоторых базовых истин. в диапазоне 2,4 ГГц есть три непересекающихся канала. На самом деле, каналов 13, либо же 14, в зависимости от страны, где разворачивается беспроводная сеть. Но непересекающихся можно из этих 13 или 14 выделить только три. И поэтому некоторые домашние, в основном, пользователи, они устанавливают какую-то свою точку доступа, либо же роутер на канал 4, или какой-то 7, 8, 9, который может автоматически захватить как с левой, так и с правой стороны два рабочих канала. В данном случае первый и шестой. То есть создать интерференцию и на первом, и на шестом канале. Вот как это выглядит на спектрограмме. Есть рабочие Wi-Fi-сети, которые работают на первом, шестом, одиннадцатом каналах. И вот он такой красивый, влазит на четвертый канал, создает интерференцию сразу по обеим сторонам. Намного было бы лучше, если бы он влез на какой-то один из этих каналов, либо же на первый, на шестой. Уровень интерференции был бы значительно ниже. То есть он так создал проблемы как себе, так и тем Wi-Fi-сетям, которые работают на первом и шестом каналах. Вторая проблема. Ну вот, собственно, мы это видим. Какой-то Wi-Fi-анализер, который нам показал беспроводные сети с шириной 20 МГц в диапазоне 2,4 ГГц и уровень сигнала. В данном случае уровень сигнала довольно высокий. Это минус 48, до минус 70, минус 82. Все это интерференции. Если бы здесь уровень был сигнала минус 90, мы бы этой интерференции не считали. Но в данном случае речь идет о серьезных интерференциях для от этих точек доступа или беспроводных роутерах. Вторая проблема. В 2,4 ГГц некоторые умудряются включать 40 МГц каналы. Мы знаем, что у нас по умолчанию в 2,4 ГГц должно работать 20 МГц каналы. Даже на корпоративных точках доступа, от ЦИСКа, в наших конкурентах, нет возможности в 2,4 ГГц настроить 40 МГц канал. Потому что у нас уже не будет 3 непересекающихся канала, а у нас будет возможность только построить 2 канала непересекающихся. Но так или иначе, на домашних сериях маршрутизаторов точек доступа присутствует возможность настройки 40 МГц канала в 2,4 ГГц. Что мы получаем в итоге? Мы получаем опять-таки ситуацию, когда мы захватываем смежные каналы с двух непересекающихся радиочастотных каналов и получаем интерференцию ввиду того, что используем широкую полосу. То есть этого делать ни в коем случае нельзя. Используем в 2,4 ГГц только 20 МГц каналы, только 1,6,11. Вот как это выглядит на картинке. То есть 1,6,11 является непересекающимся. Цвет тут совпал 1,6. На самом деле это должен быть другой цвет, чтобы показать то, что они не пересекаются. В 5 ГГц у нас количество непересекающихся каналов 20 МГц ширины значительно больше. Зависит от страны. В нашей стране это вот этот вот список каналов из сотого по 140-й. В Америке добавляется еще 149-й, там до 163-го. То есть количество 5 ГГц каналов зависит от страны, где применяется беспроводное решение. Данные каналы являются непересекающимся в 5 ГГц диапазоне. Соответственно, если мы используем 36-й, а рядом точка доступа вещает на 40-м, они друг с другом не интерферируют. По большому счету не интерферируют. Если углубляться в детали, это все-таки за счет боковых несущих. Небольшая интерференция будет, но она несущественно влияет на производительность спектра. Если мы агрегируем эти каналы 40-мегагерцовые, что позволяет нам стандарт N, то мы получаем меньшее количество непересекающихся каналов. Если мы агрегируем по стандарту 8211 AC первой волны 80-мегагерцовых каналов, то мы получаем уже 4 непересекающихся канала. Если мы в будущем будем использовать точки доступа Wave 2, который поддерживает 160 МГц, на данном этапе в Европе мы можем получить только 2 непересекающихся каналов. Соответственно, мы пока это использовать не можем. В будущем различные организации, которые занимаются стандартизацией частот, они обещают расширить список доступных каналов для разных стран. В Америке уже такие работы ведутся. И говорится о том, что в ближайшем времени будет возможность реализовать три непересекающихся канала шириной 160 МГц для получения максимальной скорости по стандарту 8211 AC второй волны в рамках каждого из этих агрегированных каналов. Сеть всегда проектируется в 3D формате. То есть это не плоская сеть, если мы имеем дело с многоэтажным зданием, то мы должны учитывать, что они должны не пересекаться в трехмерном пространстве. Поэтому, если мы используем спектр 2,4 ГГц, должны убедиться во время радиопланирования, что у нас над головой не стоит точка доступа, которая вещает на том же канале, что вещает точка доступа на нижнем этаже, которая находится прямо под ней. Поэтому здесь две такие рекомендации. Первое – учитывать трехмерность покрытия. Второе – это не располагать одну точку доступа строго над другой. Все-таки размещать их в шахматном порядке в трехмерном пространстве, если можно так выразиться. По настройкам контроллера по 2,4 ГГц понятно. Первые, что 11 каналы у нас разрешены, другие мы запрещаем для алгоритма выбора автоматического канала. По пятерке мы используем как можно больше доступных в нашей стране. Используем так называемый механизм Dynamic Bandwidth Selection. Это когда система контроллера цисковского сама решает, какую ширину канала выбрать для той или иной точки доступа. То есть у нас могут находиться рядом две точки доступа. Одна будет работать в 5 ГГц на канале шириной 20 МГц. Например, там какой-то 36 канал. Рядом будет находиться точка доступа, которая заняла 80 МГц канал. И это решение принял сам контроллер. Он оценил интерферентную картину. И он сказал, что здесь возможно расширить, сагрегировать 2 или 4 канала для того, чтобы получить большую пропускную способность. И это не повлияет на интерференцию для других точек доступа. Поэтому рекомендация, вот эта галочка Best, она в новых версиях контроллера беспроводного присутствует и является Best Practice. О Maximum Power мы будем еще говорить. Поэтому это отдельный раздел. Вот, собственно, мы к нему и пришли. Мощность. Очень часто почему-то присутствует такой стереотип, что чем мощнее лупит точка доступа, тем лучше будет для всех, тем лучше будут клиенты работать. На самом деле это далеко не так. Вернее, это может быть так в некоторых случаях, но в большинстве случаев это не так. Почему люди стремятся использовать как можно большую выходную мощность на точке доступа, настроить максимальную мощность? Для того, чтобы сэкономить, естественно, то есть реализовать покрытие с меньшим количеством точек доступа. Такие сети строились в прошлом веке, беспроводном так называемом. То есть когда сети строились по принципу покрытия, мы могли оперировать максимальной мощностью. Почему? Потому что не было маломощных клиентов. Были мощные клиенты, это ноутбуки, какие-то специализированные терминалы сбора данных, в которых выходная мощность передатчика была те же 100 мВт, что и точки доступа. Тогда мы получали баланс в радиоканале, upstream-downstream, и, соответственно, могли разносить клиентское устройство относительно далеко от точки доступа, и оно было бы услышанным точкой доступа. Сегодня это не работает, потому что у нас клиенты маломощные в основном. Это смартфоны, это планшеты, особенно это в уличной среде актуально, там только смартфоны и только планшеты. Мало кто сидит, вернее, идет по дороге или стоит с ноутбуком, в лучшем случае на лавочке сидит. Но так или иначе, мы всегда строим сеть по принципу самого маломощного клиента, самого слабого клиента. Поэтому забываем о том, что у нас точки доступа работают на максимальной мощности. Помимо этого, если мы выстраиваем максимальную мощность, мы увеличиваем вероятность межканальной интерференции между соседними точками доступа. То есть те точки доступа, которые работают на том же канале, через одного, через два соседа, они за счет большей мощности повышают вероятность межканальной интерференции. То есть мы лучше слышим удаленную точку и, соответственно, считаем эфир занятым. Средняя статистическая мощность слабых клиентов, таких как смартфон, андроидовские, всякие там, эпловские айфоны, это порядка 14 dBm, что соответствует 25 милливаттам. Точка доступа имеет максимальную мощность в индоре 100 милливатт, соответственно, разница в 4 раза является неприемлемой. У нас точка доступа не должна работать на мощности больше, чем 25 милливатт. Обычно даже при плотных размещениях могут работать на 12 милливаттах, на 6 милливаттах. Это является нормальной ситуацией. Вторая проблема, которая может возникнуть из-за максимальной мощности настройки на точке доступа, это дыры в покрытии. То есть какая-то точка промежуточная пропала, мощность и так максимальная, возможности ее увеличить уже отсутствует, поэтому образовалась дыра в покрытии. Когда точка работает на средней мощности, есть возможность всегда увеличить ее для того, чтобы покрыть ту или иную дыру. Но увеличить ее не до максимума, а до какого-то более приемлемого значения. Пример более графический. Точка вещает на 100 милливаттах, клиент имеет 25 милливатт. Клиент точку слышит отлично, потому что мощность со стороны точки довольно высокая. Но находясь на какой-то дальней границе соты, клиент пытается послать acknowledgement. Акнолледжмент посылается практически всегда, то есть в передаче любой трафика у нас в Wi-Fi сегменте всегда посылается acknowledgement. То есть служебный пакет, который подтверждает получение пакета. И вот эти acknowledgement могут до точки доступа просто не доходить. Если он находится слишком далеко, и разница в мощности исходящей, в данном случае в 4 раза. Поэтому такая сеть работать нормально не будет. Она будет нормально работать, когда клиент будет находиться где-то здесь, либо под точкой доступа. Но как только появляются клиенты на границе соты, все работает очень плохо. Радиоресурс менеджмент – это алгоритмы на нашем беспроводном контроллере, которые отвечают за динамическое назначение каналов, так называемый алгоритм DCA. То есть цветовой разброс каналов означает то, что контроллер назначил этим точкам доступа разные каналы. В данном случае 2,4 ГГц, три непересекающихся канала. Появляется еще одна точка. Она будет точно не фиолетовой и не синей. Она, скорее всего, будет зеленой, потому что здесь находятся смежные каналы, и нельзя назначить синий, либо же фиолетовый. ТПС – механизм, который назначает мощность. Он должен определять, с какой мощностью работает точка доступа, а не администратор. Если администратор говорит, включаем максимальную мощность, значит, все, задача по радиофизике решена на 2 балла. Контроллер должен решить, какую мощность назначить согласно той интерферентной картине, которая существует в сети. То есть он получает информацию о точках доступа, он получает информацию о том, как точки доступа друг друга слышат. Если они слышат друг друга чрезвычайно хорошо, что означает плохо, то мощность будет уменьшаться. Мощность не может уменьшаться до тех пор, до минимальных значений тоже. Почему? Потому что мы можем получить картину, когда при повышенном шуме у нас недостаточно соотношения сигнал-шум в сторону клиентов, чтобы они работали на максимальной скорости. То есть здесь нужно сохранять баланс. Поэтому слишком плотное размещение точек доступа с круговыми антеннами является недопустимым из-за того, что все будет работать на минимальных мощностях в частности. Итак, лучшая практика не использовать стопроцентную мощность, то есть поставить TPC-MAX 17 dBm, TPC-минимум 5 dBm, ну и примерно должно выбрать среднее значение, если у нас есть такие относительные индикаторы мощности от 1 до 5 или до 6, в зависимости от модели точек доступа и от радиодиапазона, то работать оно должно где-то на тройке, на четверке. То есть средний показатель мощности, который выбран алгоритмом TPC. Если алгоритм выбрал единичку, то есть максимальную мощность, значит что-то в этой сети не так. Значит слишком далеко точки друг от друга расставлены. Если выбрали минимальную мощность, там шестерку, например, значит опять-таки, слишком близко точки доступа друг от друга расставлены, нужно менять радиодизайн, нужно менять расположение точек доступа. Это очень важно. Всегда при трэблшутинге мы смотрим, какая мощность выставлена автоматически. Слишком большая мощность, значит что-то не так. Слишком маленькая тоже не так. То есть при проектировании всегда смотрите на мощность. Поэтому в стандартных офисных средах, таких как, например, современные офисные пространства, гипсокартоновые, либо же стеклянные перегородки, среднее расположение точек доступа, расстояние между ними, порядка 25 метров, если мы имеем дело с передачей данных, то есть не требуется прозрачный роуминг, либо же высокочувствительные голосовые видеоприложения, тогда мы расставляем их чаще, порядка 17-18 метров. Но это все очень условно. Мы должны ориентироваться не на метры, а на показания мощности сигнала на границе сотой порядка минус 67 dBm. Либо же даже в новых документах у нас указывают некоторых минус 65 dBm, то есть еще более жесткие требования. Ну и перекрытие сотом от 10 до 20% в зависимости от класса трафика. Многие сегодня до сих пор считают, что 2,4 ГГц – это основной диапазон. Это уже давно не так. Несмотря на то, что некоторые устройства не поддерживают еще пятерку, таких устройств становится все меньше и меньше. В основном все новые устройства, они так или иначе поддерживают два диапазона. Поэтому планировать, проектировать сеть из расчета на то, что у нас будет 2,4 ГГц основной диапазон, нельзя. Почему? Потому что скоро он вымрет окончательно. Коллеги западные вот такую картинку нашли, нарисовали. Где-то это выглядит так. Мы при внедрении некоторых уличных сетей сталкиваемся с ситуацией, когда в небольшом городке, в областном центре, развертывая Wi-Fi-сеть, мы наблюдаем утилизацию канала в 2,4 ГГц уже 70% без нашего трафика. То есть уже эфир загружен на 70%, соответственно, передавать что-то там уже практически бесполезно. Поэтому 2,4 ГГц так или иначе будет забываться. Не сегодня, так завтра. Все основные разработки ведутся только в 5 ГГц диапазоне. Если вы заметили, стандарты 821AC первой и второй волны рассчитаны только на 5 ГГц диапазон. Голосовые сервисы работают только в пятерке. 2,4 считается априори негарантируемым спектром. Никоим образом голосовые сервисы внедрять в 2,4 ГГц диапазоне нельзя. Мы это не поддерживаем и мы это не рекомендуем. Так или иначе, практически каждая вторая сегодняшняя сеть является сетью высокой плотности. Поэтому уже появляется более такая детальная классификация Very High Density, Ultra High Density и так далее. По умолчанию практически все сети скоро будут High Density. Офисная сеть с открытыми перегородками. Эту картинку я часто показываю уже. В данном контексте мы видим, что у нас на каждом рабочем месте есть ноутбук, который является источником шума. Если у нас здесь висит одна точка доступа, она этот шум весь в себя всасывает, получает сумасшедшую утилизацию канала, сумасшедший уровень шума. Работать на максимальной скорости каждый из этих клиентов не может. Потому что слишком большая шумовая картинка и нам не хватает мощности для того, чтобы компенсировать и получить нормальное соотношение сигнал-шум и запустить приемлемую модуляцию. Какие проблемы здесь возникают? Часто мы сталкиваемся с тем, что у нас очень много сетей беспроводных, то есть все они интерферируют между собой, особенно в 2,4 ГГц. Устройства не Wi-Fi природы, такие как микроволновки, блютусы, видеокамеры, они также являются источником шумов и интерференции. То есть они передают, они занимают эфир, и в это время никто передавать не может из Wi-Fi клиентов. Низкоскоростные клиенты, которые находятся на границе соты и не работают на максимальных скоростях, также загружают сильный эфир. Поэтому основная задача – это сделать малые соты, чтобы все клиенты работали на максимальной скорости. Иначе никакого high density не будет, никакой высокой плотности подключений быть не может. Все должны работать на максимальной скорости. Часто 2,4 ГГц за счет того, что он затухает медленнее, является приоритетным при выборе клиентам. Они охотно цепляются на 2,4 ГГц, при том, что в пятерке у нас утилизация канала и шумов намного меньше. Что нужно сделать? Нужно построить сеть таким образом, чтобы клиенты выбирали пятерку. То есть сделать так, чтобы мощность 2,4 была не такой высокой, запустить дополнительные механизмы, которые стимулируют клиента подключиться к пятерке. Так называемый bend steering позволяет три раза по умолчанию отключить клиента от 2,4, вернее не дать ему подключиться, отказать ему в ассоциации, чтобы он додумался и подключился на 5 ГГц диапазон. Но не всегда эти клиенты хотят подключаться, поэтому остаются на 2,4. Проблема в том, что у 2,4, как я уже сказал, более высокая мощность. Поэтому в таких случаях мы должны решать задачи по радиофизике. Первое, что мы должны сделать, это провести радиопланирование, либо же радиоисследование. Лучше радиоисследование пассивное, так называемое, которое позволяет нам с имеющимся оборудованием, с конкретными точками доступа, с конкретными антеннами, произвести замер в том здании, где будет работать беспроводная сеть. При том, все ограждающие конструкции желательно уже должны присутствовать. То есть все новые конструкции, которые будут появляться после радиоисследования, они должны быть либо же радиопрозрачными, то есть не создавать затухания, либо же переотражение сигнала, либо же мы опять вынуждены будем производить радиоисследование, потому что иначе этот результат радиоисследования будет уже неактуальным. Поэтому важно выбрать правильно антенну, расположить ее таким образом, чтобы до клиента от этой антенны было не более 20 метров. Опять-таки, каждый конкретный случай будет иметь другие цифры, другие параметры. Прямая видимость тоже очень важный фактор, чтобы исключить различные затухания, переотражения. Антенны бывают нескольких типов. Наиболее популярны дипольные, все направленные антенны, которые часто применяются в офисных средах. То есть это точки доступа, которые по азимуту излучают круг. По вертикали это, ну сейчас нарисовать будет сложно, ну как яблоко, да? Поэтому такие точки доступа, они слышат все, что происходит далеко от них. Если пространство открытое, например, как этот зал, то разместив 5 точек доступа, которые, 3 из которых будут работать на одном канале, они друг друга будут слышать очень хорошо и по сути будут делить эфир на троих. Почему? Потому что они, как эта черная дыра, всасывают все шумы, все интерференции за счет природы их антенн. То есть они слышат все, что происходит вокруг. Для того, чтобы избежать этого, нужно применять направленные антенны в таких сценариях. С много людей мы должны разделить покрытие с помощью специальных секторов, чтобы эти сектора не захватывали шумы, интерференции от других частей зала. Сейчас на все здесь, например, 3 сектора, или 4 сектора, каждый из которых будет отвечать за свое количество клиентских устройств. Поэтому в условиях high-density есть несколько типов антенн. Если речь идет о каких-то выставках с высокими потолками, либо же стадионах, то мы используем антенну узконаправленную 30-градусную. То есть это такой 30-градусный конус, который захватывает только выделенный сегмент. Имеет коэффициент усиления 13 dBi. Чтобы улучшить мощность сигнала, соответственно, при повышенном шуме получить лучшее соотношение сигнал-шум. Второй вариант – это использовать так называемую антенну 60-градусную. Здесь написано новая. Ей уже пару лет, наверное. По отношению к другим она новая. Для, например, каких-то лекционных залах, либо переговорных комнат, где может собраться 100 человек до одной точки доступа, либо же двух точек доступа будет мало. Всенаправленные мы применять не можем, поэтому мы используем направленную антенну, делим этот зал на сектора. Расстояние от такой антенны не должно превышать 10 метров в сторону клиентов. Почему 10 метров? Потому что у нее коэффициент усиления уже не 13 dBi, как у этой антенны, а 6. Соответственно, для того, чтобы получить максимальное соотношение сигнал-шум, у нас не хватает усиления для того, чтобы работать на более больших дистанциях. Ну и менее продвинутая антенна – это, по сути, тоже патч-антенна с разверткой 105 или 125 градусов по азимуту, то есть у нас захватывает более широкий угол по азимуту. Работает в тех случаях, когда плотность чуть меньше, нежели в лекционных залах и на стадионах, на выставках. В некоторых случаях вдоль стен могут располагаться такие антенны с двух сторон, например, при сохранении расстояний 10-15 метров до клиента. Давайте посмотрим на эту картинку, чтобы понимать, почему нельзя использовать все направленные антенны. Представьте себе какое-то мероприятие, например, наше. У нас есть какая-то беспроводная сота, куда попадает определенное количество клиентов. У этих клиентов зачастую включен Wi-Fi. Наши старые слайды говорят, что 75% клиентов имеют включенный Wi-Fi адаптер. Я думаю, что сегодня эта цифра уже процентов 90, если не больше. То есть все эти клиенты являются источником шума. Мало того, из них есть клиенты зелененькие, которые подключены к Wi-Fi, и есть синенькие, которые не подключены к Wi-Fi. Угадайте, какие клиенты хуже для Wi-Fi, для нашей сети. Они не подключены. Почему? Правильно, они посылают пробы в сеть значительно чаще, чем подключены. Подключенный клиент подключился и перестает сканировать сеть. От него активности по всем каналам значительно меньше, чем от синеньких клиентов, потому что они постоянно сканируют. Делают это в зависимости от адаптера. Могут делать раз в 30 секунд, могут раз в 10 секунд. Все зависит от клиентского устройства. Так или иначе, когда их много, они очень сильно вредят, создают шум. То есть пока не просканируют каждый канал, каждый канал будет загружен шумами и канальной утилизацией. Поэтому важно, чтобы количество клиентов, попадающих на приемник точки доступа, оно было как можно меньше в условиях высокой плотности. Как мы с вами установили, все направленные антенны здесь не работают. Вот мы видим, на каждом из каналов в 2,4 ГГц мы видим вот такой вот шум. Так называемый белый шум, его часто называют. Все это отражается в спектрограмме. И для того, чтобы реализовать эффективную беспроводную сеть, нам нужно еще применять организационные меры, для того, чтобы заставлять неподключенных клиентов подключаться. Как это делать? Например, сеть должна быть открытой. Не надо какую-то ставить сумасшедшую регистрационную форму, которая заставит клиента заполнять номер телефона, e-mail, еще что-то там, свой пол, интересы. Такой клиент не захочет подключаться к сети. Поэтому максимально в условиях высокой плотности нужно разрешить клиенту подключиться просто. Тем самым мы должны перетащить максимальное количество на Wi-Fi сегмент, то есть заставить их подключиться. В данном случае Probing Clients у нас 445, ассоциированных клиентов 254. То есть не самое хорошее соотношение. Желательно, чтобы их было больше подключенных, нежели неподключенных. Значит, ну и соответственно, многие говорят, мы создадим High-Density сеть, внедрим какую-то аутентификацию туда. В High-Density сети аутентификации по-хорошему быть не должно. Если это открытое мероприятие, это выставка или стадион, не должно там быть аутентификации. Мы аутентификацией так увеличиваем количество неподключенных клиентов. Ну и вот, на примере стадиона, все направленные антенны захватывают у нас сразу множество секторов, получают значительный уровень шума, огромную утилизацию канала, ничего не работает. Используем секторные антенны, секторные точки доступа, да, их больше, конечно, но мы хотим получить уровень сервиса, приемлемый, да, поэтому за счет того, что мы захватываем меньшее количество клиентов одной точкой доступа, мы уменьшаем уровень шума, уменьшаем уровень утилизации канала. Сеть является приемлемой для работы. Каждый клиент подключается на максимальной скорости, и у нас достаточно емкости для того, чтобы сервис по Wi-Fi сети передавался. Ну, как, например, стадионы, это делают, да, там, секторное покрытие, там, либо же целого сектора, либо же, там, половины сектора, в зависимости от конфигурации. Ну, вот эта антенна, эта антенна, которая является стадионной, 30-ти градусной, часто размещается на выставках с высокими потолками и направлена вниз. То есть создает, это я уже когда-то показывал, там, там, бейсбольная лига, процент подключения, это неинтересно. Так, и вот второй тип антенны, 6-ти DBI для лекционных залов. Захватываем, опять-таки, небольшие сектора. Из-за того, что у нас расстояние уже меньше, да, от антенны до зоны, где сидят люди, да, то мы можем себе позволить более широкий угол развертки, потому что при близком, вернее, при близком размещении стадионной антенны у нас конус получится слишком узкий, мы захватим совсем мало количества людей, да, тогда придется очень много точек ставить. Вот в таких случаях мы можем использовать вот эти антенны. То есть там, где расстояние от клиента до точки доступа порядка 10 метров. Вот пример расположения точек доступа в случае выставок, да, то есть, опять-таки, 13-дебяйные 30-градусные антенны расположены на высоте 10-14 метров, смотрят вниз, внизу создают круг, круглую высоту. Но за счет того, что здесь у нас как бы угол маленький, да, вот эти точки друг друга практически не слышат, то есть не интерферируют между собой. И таким образом точка доступа она захватывает только тех клиентов, которые обслуживают. Она не захватывает вот этих клиентов, вот этих клиентов, вот эти точки доступа, да. За счет этого мы можем значительно уменьшить шум и утилизацию канала. Пример, да, открытый павильон, там, какой-то типа нашего экспоцентра, там, на Броварском проспекте, да, или же, там, экспоплаза на Нивках. Поставили всенаправленные антенны, получили малое количество точек, огромную интерференцию, там, этот, на шестом канале сильно интерферирует с этим, потому что, несмотря на то, что они друг от друга довольно далеко расположены, но открытое помещение, сигнал распространяется очень хорошо, да, получили интерференцию, ничего не работает. Применяем конусообразное покрытие сверху вниз, работает уже на одном канале, но друг друга не слышат, ну, потому что конус, да, не шар, а конус. И за счет этого у нас в каждой соте производительность значительно выше, то есть соотношение сигнала шум выше, и витилизация ниже. При расчете покрытия очень важно сохранять баланс. Вспоминаем мощность сигнала, да, важно, чтобы мощность сигнала в сторону клиента и от клиента в сторону точки доступа она примерно совпадала, то есть чтобы upstream был равен downstream, иначе мы получаем дисбаланс в радиоканале, на каких-то удаленных концах от точки доступа downstream будет хороший, upstream будет плохой. Вот, поэтому при проектировании, при радиоисследовании мы всегда запускаем различные средства, там, Wi-Fi аналайзер, либо airport utility на самом слабом клиенте и примерно получаем информацию о мощности, как клиент слышит точку доступа. Ну, в данном случае 60 dBm, да, то есть это довольно хороший показатель, позволяющий нам работать на максимальной скорости. То есть получили эту информацию, нарисовали карту, после этого начинаем анализировать, как клиент, как точка доступа слышит клиента, то есть видим уже здесь минус 70, да, в данном случае точка доступа слышит клиента хуже, чем клиент точку доступа, значит нужно увеличить мощность на точке доступа. Вручную это делать не надо, это должен сделать контроллер, значит точки доступа друг с другом слишком плотно расставлены. Почему они работают на малой мощности? То есть это тоже уже повод задуматься. Поэтому нужно здесь добиться минус 60 тоже, чтобы клиент слышал точку доступа минус 60, и точка доступа слышала клиента минус 60, либо малая мощность этому причина, либо же что-то другое, надо разбираться. То есть в данном случае дизайн сделан неправильно. Мы видим, что на такой мощности минус 72 SNR 23. Для того, чтобы клиент работал на максимальной скорости, SNR должен быть 30 и выше. При 23 это нормально, если у нас на точку доступа подключено 10 клиентов, но ненормально, если у нас на точку доступа подключено 30 клиентов. То есть у нас не хватает емкости спектра, чтобы каждого из этих клиентов обслужить. Как точки слышат друг друга, можно узнать двумя способами. Первый способ это VLC Config Analyzer, это бесплатная софтина, которая в реальном времени анализирует конфигурацию беспроводного контроля Рациско и рисует картинку, какие точки, как слышат других. Там можно другие параметры снимать, софтина можно скачать. На этапе трэблшутинга и проектирования очень важно ее иметь. Второй вариант это система управления Prime Infrastructure. Была презентация, Андрей Вражко читал систему управления, которая позволяет более быстро понять, как точки слышат друг друга. на контроллере без вот этих двух инструментов сделать это очень тяжело, долго. Надо на каждую точку заходить, записывать это в таблицу, в общем, не рекомендую с этим связываться. Софтина это все равно бесплатная, это опциональное, но очень полезное. Какие дополнительные механизмы помогают увеличить емкость спектра? Повторюсь, если у нас радиочастотный дизайн неправильный, то мало что из этого поможет, если поможет, то незначительно. Но если радиодизайн правильный, эти механизмы позволят еще улучшить ситуацию. Важный параметр утилизация канала. На контроллере заходим в радиоинтерфейс точки доступа, видим такой параметр channel utilization. Если это channel utilization у вас 70 или 80, считайте, что у вас сеть нерабочая и ничего удивительного в том, что у вас на этой точке доступа происходит все очень плохо, нет. Channel utilization надо уменьшать. Channel utilization это такой параметр, который отвечает за загрузку времени эфира. Это все устройства, которые на этом радиоканале передают что-то, они влияют на channel utilization. Это время, которое занято передачей в этом канале какими-то устройствами. 70-80 это все, это мертвая сеть. 60 это уже критичный уровень, желательно уже побеспокоиться о том, чтобы этот параметр был меньше. Как это делать? Смотреть на расположение точек доступа, может они слишком плотно расположены, может они неправильно антенну имеют, все направленные антенны при плотном расположении интерференция вызывается, channel utilization вырастает. Опять-таки возвращается к радиодизайну. Либо же какой-то клиент постоянно передает, либо какое-то устройство постоянно передает на этом же канале, какой-то rock access point нелегитимный. Нужно разбираться, почему channel utilization высокий. Это первое, на что нужно смотреть, если что-то происходит нехорошее в нашей беспроводной сети. Она плохо работает, низкая скорость и так далее. Это я все поговорил. Что влияет еще на утилизацию канала? Низкоскоростные клиенты. Если клиент передает единицу информации на низкой скорости, он занимает больше эфирного времени. Утилизация канала вырастает. Что мы делаем? При плотном расположении точек доступа мы уменьшаем увеличиваем минимальную допустимую скорость. 6 мегабит в условиях высокой плотности включено быть не должно. 1 мегабит и так далее, тем более. Б скорости вообще можно о них забыть, они всегда должны быть отключены. Сейчас клиентов, которые требуют работы на Б скоростях, уже практически не осталось, это какой-то антиквариат, поэтому их желательно отключить. В среде высокой плотности при правильном дизайне мы отключаем низкие скорости и оставляем порог 18-24 мегабит в секунду. Тут важно не переборщить. Если у нас покрытие не слишком плотное, мы например ставили скорость 18 мегабит в секунду и где-то там наблюдаются высокие шумы, клиент не может подключиться на скорости, например 18- хочет подключиться на 12- потому что нет у него соотношения сигнал-шум чтобы подключиться на 18- то такой клиент не подключится. Поэтому очень важно понимать качество нашего покрытия, где какие скорости, где какие модуляции доступны. Вот пример. При включении 1 мегабитной скорости на 6 SSID у нас утилизация канала только менеджмент фреймами со стороны точек доступа составляет 67%. То есть только на менеджмент фреймы на кадры управления уходит 67% эфирного времени при включенной 1 мегабитной скорости на 6 SSID. Уменьшили до 6 уже 11% занято менеджмент фреймами. Уменьшили до 18 уже 3% занято фреймами. То есть низкие скорости это плохо в современных условиях. Как это сделать в настройках контроллера мы устанавливаем низкую скорость с помощью значения мандатори. Минимальная из мандатори скоростей будет требованием для клиента на этапе подключения. То есть если клиент не поддерживает минимальную мандатори скорость, он подключиться к сети не может. В данном случае для того, чтобы подключиться он должен находиться в той зоне, где он сможет работать на 24 мегабит в секунду. После этого он может передвинуться назад и работать уже на 12. Но это тоже не рекомендуется. Желательно, чтобы здесь все тоже было отключено. Чем больше SSD, тем хуже. В условиях высокой плотности, то что мы называем Very High Density или Ultra High Density. Уже 2 SSD это плохо. На разных конференциях, на стадионах и так далее должен быть только 1 SSD. Каждый SSD это менеджмент фрейма, это утилизация канала. В офисной среде до 3, максимум 4, в зависимости от нагрузки. Когда заказчики говорят, нам нужно 16 SSD на точке доступа, мы на них смотрим подозрительно. Зачем? Да, это могло работать, сейчас это уже не работает. Каждый SSD это загрузка канала. Не рекомендуем. Итого, отключаем низкие скорости и уменьшаем количество SSD. Насколько это возможно? Да, не всегда возможно уменьшить количество SSD до 1. Нам нужно как минимум 1 корпоративный, 1 гостевой в офисной среде. Поэтому в офисной среде мы говорим от 1 до 3. На выставках больше одного это уже на свой страх и риск. Ширина канала 40 МГц, 80 МГц можно в офисной среде. В high density, там где точки довольно плотно расположены, нам чем больше непересекающихся каналов, тем лучше. То есть используем 20 МГц каналы. Если мы используем какие-то узконаправленные антенны и гарантируем, что у нас не будет интерференции, это можно расширить до 40 в high density. Но если антенны не очень узконаправленные, например, 60 градусов, тогда 20 это то, что доктор прописал. Еще более продвинутый тюнинг. Если у нас все хорошо, правильная радиочасть реализована, давайте его еще улучшим. Наши точки доступа 27 37 28 38 они имеют функционал High Density Experience. О нем мы много уже рассказывали на своих презентациях. Это как аппаратная архитектура точек доступа, так и программный функционал, который позволяет более оптимально работать в условиях высокой плотности. В частности, в 28 серии реализована архитектура аппаратной распределенной памяти и распределенных процессорных ресурсов. У нас на каждом радиоинтерфейсе дополнительный процессор, дополнительная память, чего нет у наших конкурентов. Там только централизованная процессорная архитектура, у нас еще дополнительно на каждом радиоинтерфейсе. За счет этого мы на большом количестве клиентов показываем более высокую скорость. На малом количестве клиентов разницы особой может и не быть, а на количестве 40-50 общая производительность у нас деградирует не очень сильно, в отличие от наших конкурентов. 38-я серия тоже самое. Какие дополнительные возможности у этих точек доступа? Это возможность автоматически включать вторую пятерку. 2.4 отключается, вторая пятерка включается. У нас есть, например, 10 точек доступа, 10 в какой-то зоне. Из них 3, например, работают в режиме 2.4 плюс 5. Больше 2.4 включать не рекомендуется, потому что это будет интерференция. Пример привожу. Но есть возможность на оставшихся 7 точек использовать второй диапазон в пятерку. Поэтому на таких точках доступа есть режим микро-макро-соты, то есть два разных антенных приема передающих элементов, которые позволяют точке доступа вещать одновременно в двух каналах 5-гагерцового диапазона. То есть мы видим, что одна у нас сота-макро, у нее радиус действия по азимуту больше, вторая микро, у нее меньше, выходная мощность порядка 2 дБ, насколько помню, или 4. Что мы имеем? Есть какая-то сота одной точки доступа, есть количество клиентов, утилизация канала 60. Мы уже помним, что 60% это граничная утилизация канала в среде высокой плотности. С помощью микро-макро-сот мы на этой же точке доступа активируем микро-соту. Клиенты, которые находятся ближе к точке доступа, перепрыгивают на нее. Точка доступа одновременно вещает в 36-м канале и в 108-м. Часть клиентов на микро-соту, часть клиентов на макро-соту. Утилизация каналов у нас соответственно 20-24%, то есть емкости еще предостаточно для того, чтобы подключать дополнительных клиентов. Это то, что поддерживает точки. макро-макро-сота, если точка у нас с направленными антеннами, то есть внешние антенные элементы у нее, то есть возможность использовать макро-макро-режим, разнести вторую антенну на расстояние от точки доступа с помощью специального коннектора. Специальный коннектор позволяет использовать второй тип антенны, например, там по умолчанию у нас есть дипольные антенны, всенаправленное покрытие, мы берем вторую антенну, в данном случае тоже всенаправленная, но другого немножко форм-фактора. Мы ее разнесли на метров 10, например, и с помощью одной точки доступа продлили наше покрытие в 5 ГГц на каком-то расстоянии от нее. Еще один механизм, который входит в состав High Density Experience это RXOP. По умолчанию точка доступа имеет радиус действия на прием. То есть все фреймы, которые приходят с мощностью, например, там минус 90 dBm или там 99, не помню, какие там граничные трешхолды, они считаются эффективными и полезными. То есть как только мы этот фрейм услышали, мы считаем эфир занятым. Где это может сыграть нам плохую услугу? Вот в таких сценариях, когда у нас есть все направленные антенны и открытые помещения без перегородок. Мы слышим, вот эта точка обслуживает клиента на 6-м канале, а мы здесь это все слышим. И мы считаем эфир занятым и не можем передавать, не можем обслуживать канал своих клиентов. Соответственно, вот эти две точки будут уже делить один канал на двух. RXOP позволяет заглушить чувствительность точки доступа. То есть мы надеваем как будто бы наушники такие, точка доступа перестает слышать какие-то удаленные слабые сигналы и не отвлекаться на эти сигналы, продолжать обслуживать своих клиентов. Поэтому по умолчанию все, например, фреймы до минус 99 dB мы обрабатываем. Как только мы услышали этот фрейм, мы передавать не можем. Включаем RXOP трэшхолд. Говорим, что у нас все фреймы, которые слабее, чем минус 81, считаются шумом. То есть да, у нас шум вырастает незначительно, но так или иначе мы это эфирное время можем использовать на то, чтобы обслужить своего клиента. Таким образом, с помощью RXOP мы можем выставить разные трэшхолды. Там есть high трэшхолд минус 67, минус 76, пятерки, low трэшхолд минус 80. Собственно, те пороговые значения, которые нам позволят отбросить какие-то дальние сигналы и не отвлекаться на них, тем самым снижая утилизацию канала. Но опять-таки это продвинутый тюнинг, просто так им играться нежелательно, желательно осознанно понимать, что мы делаем, что можно сделать еще хуже. Можно настолько заглушить эту точку доступа, что она своих клиентов перестанет слышать. Поэтому с этим нужно аккуратно. RF профили позволяют нам в одном здании разграничить часть точек доступа, отнести их к high density, например, часть точек к medium density или low density. Это определенные настройки, которые позволяют группировать точки доступа по плотности. Здесь, например, мы отключаем низкие скорости до 24 мегабит секунды, здесь низкие скорости до 12 мегабит секунды. Здесь максимальная мощность ограничена 17 dbm, здесь 20 dbm, и так далее. Это группировка точек доступа по характеру их применения. Устраиваются RF профайлы на контроллере, мы определяем список каналов, ширину каналов, то есть в условиях low density мы можем себе позволить 80 мегагерц включить. В условиях high density мы уже ставим 20, то есть для каждой групп точек эти настройки будут отличаться. Поэтому это очень тоже важный механизм. У меня все как-то неожиданно, закончилась презентация. в Продолжение следует...